Салют юным шахматистам! Сегодня мы рассмотрим так называемый дурацкий мат. Такое название он получил из-за того, что начинающие шахматисты получают его по глупости. А также одна из причин это нарушение дебютных принципов, которые мы с вами уже изучали. Итак, все внимание на шахматную доску. Белые играют Е4, а черные играют Ф6. Ну что ж, ход Ф6 достаточно плохой. Ослабляется поле у короля Ф7. Белые продолжают бороться за центр. Черные делают еще один ход с краю пешкой. Очевидно, что черные нарушают дебютные принципы, не борются за центр, не выводят легкие фигуры. И белые за это их наказывают. Ферзь Х5. И оказывается в этой позиции черные никак не могут перекрыться от шаха, либо куда-то убежать королем, ну и тем более съесть атакующую фигуру. Это мат. Черные наказаны из-за того, что нарушали дебютные принципы. Теперь посмотрим ту же самую идею, но со стороны черных. Когда белые будут нарушать принципы, а черные будут за это их наказывать. Ж4. Ну, ход вполне возможен и в шахматной литературе встречаются достаточно редко. Черные на этот ход играют Е5, борются за центр, открывают дорогу для слона, чернопольного и ферзя. Белые сходили Ф3, и также нет борьбы за центр. Ослабилось поле Ф2 возле короля, и черные тем же образом нападают на белого короля, и он никак не может защититься. То есть вот дурацкий мат, мат в два хода по глупости, из-за того, что соперник играет с краю. А нужно играть по центру, мы с вами это проходили, и все это давно уже изучили. Поэтому в своих партиях старайтесь бороться за центр, не нарушать дебютные принципы, выводить легкие фигуры, обязательно делать рокировку, защищать короля. Ну что ж, сегодня на уроке мы рассмотрели дурацкий мат, и поняли, что если будем нарушать дебютные принципы, то нас будут за это наказывать. Оставайтесь с нами на одной волне, делитесь своими впечатлениями под этим видео, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok